После свадьбы. — Папа, ты еще не готов? — ахнул Елена Андреевна. — Ты с ума сошел? Если бы ты знала, как мне тошно идти на эту свадьбу. — Господи, папа, ну что ты такое говоришь? Твоя внучка наконец-то выходит замуж. Я уж и надежду потеряла. Двадцать семь лет и не замужем. А тут такая партия. Давай, я тебе галстук завяжу. — А без галстука никак? — Папа, ты издеваешься? — горестно сплеснула руками Елена Андреевна. — Ох, грехи наши тяжкие. Ну, завязывай. Ты, небось, с удовольствием затянула бы на мне эту удавку, чтобы поганый старик не сбивал с понтолыку твою дочь. — Папа, как несовестно. Какой же ты старик? Ты вполне еще импозантный мужчина. — Семидесяти трех лет. Это по общепризнанным меркам уже старик. Никуда не денешься. Хотя в душе я молод. Он лукаво подмигнул дочери. — Одно меня примеряет с этой свадьбой. Можно будет потанцевать с молодыми красотками. А в остальном все это хрень болотная. — Папа, ну почему ты так настроен? — Да потому что Полька его не любит. И какое тут может быть счастье, скажи на милость. — Боже, с чего ты взял? — Чую. — Ах, разве оно вообще бывает, это счастье? Что-то я не встречала. Да и собственный опыт. — Тебе не повезло, потому что ты дура. Не за тех выходила, не с теми спала. Семейное счастье требует ума. — А ты с твоим умом много счастья видел. На старости лет один как перст. Анфиса твоя не в счет. — Я же говорю дура. Если хочешь знать, я вполне счастлив на старости лет. Мы с твоей матерью вовремя разбежались. — Ты уже не боишься, что мы опоздаем? — Нет, я выехала с запасом. Я же тебя знаю. — Значит, не вовсе дура. Это утешает. Примирительно улыбнулся Андрей Антонович. — Ладно, идем. А все-таки лучше бы этой свадьбы не было. — Объявляю вас мужем и женой. Мендельсон, шампанское, цветы, поздравления. У мамы на глазах слезы. — Полюшка, поздравляю, родная. Ты счастлива. — Поль, кинь букет мне, ладно? — жарко шепчет в ухо подруга Настя. — Я, наверное, должна сейчас умирать от счастья. Свершилось. А на меня вдруг навалилась тоска. Зачем мне все это? Предстоящий свадебный пир внушает мне ужас. Прорва народу. Половину я просто не знаю. Насмешливый взгляд деда только усугубляет мое состояние. — Что, Полька, сдрейфила? — шепчет он, понимая меня. — А я предупреждал. Но теперь уже поздно. А, впрочем, сбежать никогда не поздно. — Поляша, ты чего скисла? — нежно шепчет муж. — Туфли жмут. — Вру я. — Это поправима моя радость. Он берет меня под руку, выводит каким-то черным ходом на улицу к своей машине. — Ты что задумал? — смеюсь я. — А вдруг он сейчас увезет меня не в ресторан, а куда-нибудь в совсем неожиданное место? Но он усаживает меня на заднее сиденье и достает из багажника обувную коробку. — Что это? — Это те босоножки, которые ты сперва выбрала. Они же тебе понравились, и я решил их тоже купить. Он снимает с меня туфли, нежно массирует ступни, хочет надеть босоножки. — Ты что, на колготки нельзя? Надо их тогда снять. — Да плевать на все эти гламурные правила. Главное, чтобы у моей жены не болели ножки. Это мне нравится. Он сейчас мне тоже нравится. Кажется, даже очень. Тоска отступает. — Пойдем, поляша, нас, небось, уже ищут. — Спасибо, ты чудо. В босоножках и вправду удобнее. Когда мы подъезжаем к ресторану, там уже много гостей. Субтитры создавал DimaTorzok —